привет все мои хорошие вот все мои животные с вами здороваются все здороваются да приветики 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 пистолетики вот так я сделаю сейчас то что-то вышла на балкон даже не подумавши что у меня здесь белишка висит вот она моя стройка давно не показывала да увидели как уже большой так ну что мои хорошие пойдемте сейчас кофе попьем попрощаемся с балконом пойдемте попьем кофе что я хочу вам сказать вот она сидит ведь ждет сегодня мы знаете какую с вами тему кофе уже я себе навела конечно же тему мы с вами сегодня обсудим образование в зоне вот на эту тему поговорим да ну все давайте сейчас будем усаживаться вот еще одна вещь вот еще и это не а это выскуливает выскуливает привет мои хорошие а значит ну что хотела с вами тему обсудить такая тема тоже она очень интересная тоже вам я думаю она должна зайти во первых образование в зоне да ведь самое что интересно действительно у нас зоне вот зону поступают осуждены половина из них особенно цыганская национальность они половина неграмотные вот представьте вообще вот нету даже образование допустим начиная с первого класса нету такого образования у у нас такая жаришка у меня работает этот у вас жаришка нет у меня жаришка вообще как всегда с нами кофеечек давайте мои хорошие хлобыснем хлобыснем да поговорим я уже попивала конечно его ну еще так и вот значит что получается ну приходят люди вот представьте они без какого-либо образования у них даже первого класса начальных классов нету вообще и конечно же зона делает все возможно их обучают их обучают я что хочу вам сказать ребят что причем обучают нормально с первого по десятый класс обучение идет да с первого по десятый класс значит по-моему даже по двенадцатой по-моему даже подвиги попробуй только не приди нас на занятия значит там есть школа а значит там есть пту там есть высшее образование если вы хотите закончить высшее образование я вот одну девочку знаю она до сих пор еще сидит она выучилась на юристом высшее юридическое образование они но причем вот это вот сюда какие-то гуманитарные университеты знаете вот такое вот все она пожалуйста есть время у нее чтобы этому обучаться она обучается она сдают экзамены приезжает там значит ну как педагоги или вот она это все это пишет сдает и все педагогам этим отдают они уже это все проверяет не только юридическое не только юридическое там много ребят там вообще образование в зоне достаточно можно получить даже вот какие-то профессии освоить вот допустим ну вот пту да сколько там профессии значит школа начальная школа это до двенадцати где-то классов вот точно вам уже по-моему до двенадцати но кто-то вот из зэчик меня если смотрит поправите девочки я потому что не ходила не знаю я не ходила в в эту школу а вот девчонки то ходили и там попробуй только не пойди ты еще объяснительно напишешь представь попробуй только не прийти в школу ты напишешь объяснительно так значит вот если тебя в школу запятую в пту значит сколько у нас там профессии сейчас я вам скажу значит швея наладчик машин значит швейного производства потом значит повар потом укладчик овощей мебельщик значит сварщик короче ребятам профессии прилично прям прилично вам говорю сварщик потом кто же ну швея говорила да повар говорила что там у меня у самой я вышла у меня значит но у меня один диплом вот он есть прям один диплом который я с собой привезла слушайте ребята сейчас вам даже его покажу все ребят нашла короче ну надо было сразу что-то ну нашла значит вот вот такое вот свидетельство там выдается значит я там закончила но я вообще очень много там ну за восемь лет представьте я закончила очень много профессии у меня очень у меня профессия повара у меня профессия я единственно что я не забирала эти никакие дипломы зачем они мне нужны вот у меня и то они в личное дело как его изначально когда только вот я его получила они его изначально как выложили и короче я это ну в личное дело как засунули видать вот мне его выдали значит у меня там и повар я и значит так как я должна на огуречке то работала значит у меня должны быть соответствующие профессии повар однозначно укладчик этих овощей однозначно короче я там была и мастер отделочных работ плитка потом что-то там еще ну короче я вам говорю знаете сколько много там в принципе по сути если но никто не любит никто не любит не учиться никто не любит понимаешь в зону все приходят женщины у них вот всегда у всех вот она пришла в зону и вот чтобы вот ее бы уложили в кроватку вот чтобы ее бы прям положили и вот так бы она бы весь свой срок бы пролежала в кроватке отдыхала бы вот так вот она бы валялась а ножки кверху да желательно чтобы еще бассейн какой-нибудь бы рядышком бы стоял чтобы она с кроватки вот так перекатывалась и прям в бассейн падала знаешь вот так бы отдыхали Ну, короче, никто не хочет, все считают, что зона это курорт, ты приехал, блядь, это курорт, короче, и, конечно же, когда тебя записывают в ПТУ, и у меня так же было, вы что думаете, я что ли какая-то другая? Нет, и я такая же была, и у меня было миллион возмущений, и я все возмущалась, и все говорила, да блин, да зачем мне эта учеба, да я не буду учиться, да мне это не пригодится, да, короче, трын-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Вот, ну, как бы там ни было, получила я, вот такое вот у меня свидетельство, ребят, вот, ну, кому надо, загуглите, посмотрите, вернее, это остановите съемку, приблизьте там, посмотрите. Значит, закончила я аж в двенадцатом году, вот, представь, это самый мой первый диплом был в двенадцатом году. Так, казенообразование, учреждение, так, 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 училище двести тридцать седьмое по профессии штукатур. Так, 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 так вот. Я вам хочу сказать, производственное обучение девяносто, отлично. Значит, технология штукатурных работ 25, отлично, ну это баллы, да? Материаловидение 10, отлично, основы экономии 5, хорошо, основы права 5, хорошо, чтение чертежей 5, хорошо, основы электроники 5, отлично, так, и охрана труда 5, отлично. Ну, короче, оценки, вот такие вот у меня были оценки, но это я вам уже вот, вот, все это вы уже видели, загуглите. Короче, вот у меня, ну я, другие мне почему-то дипломы мои так и не отдали, ну не знаю почему, вот один. А так вообще, ребят, образование есть, и вот я говорю о девчонке, которая высшая закончила, то бишь там не только, ты еще там не только профессию можешь получить, а там сейчас, ну Гера на своем канале показывала, это девочка-тюрма, да, она на своем канале показывала, есть такая Ольга, которая, как сказать, она курирует эту колонию, и у нее свой революционный центр, и она, значит, туда, вот они приезжают и всевозможные развивают там профессии, как парикмахер, ногтевой мастер, представьте, и вот это вот все в зоне, и я знаю девочек, которые освободились с такими дипломами, и сейчас работают мастер ногтевого сервиса, вот одна работает, причем самостоятельно, ну на себя, можно сказать, прям, ну вот так вот неплохо, потом вы все знаете мою Раиску, которая освоила швейное производство, и сейчас она работает тоже на себя, кстати, она обтягивает мебель, значит, она шьет вот эти вот на диваны, ну вот эти чехлы, вот это вот все, они вдвоем с мужем полностью это все делают, ну обтягивают старую мебель, вот очень шикарно делают, шикарно, вот прям, ну классно, но это все самое, что интересно, это же все обучение было вот именно в зоне, так что есть, конечно, какие-то плюсы есть, и без образования не останешься, просто вопрос в том, что никто не хочет, и оно никому не нужно, это образование, понимаешь, вот не нужно, не хотят там женщина учиться, не хотят, вот она не знает, как расписаться ей, вот она не знает, ее начальник отряда записывает в школу, чтобы она пошла и хотя бы научилась за это время, 15 лет у тебя срок, 15, ну за это время иди, ты хотя бы алфавит ты выучишь, ты будешь знать алфавит, тебе легче будет дальше существовать жить, а они говорят, не надо, мы деньги умеем считать, и нам ничего не надо, все, но деньги, да, ты умела считать, разговора нет, но сейчас, вот сейчас, 228 статья, это уже, уже не посчитаешь, уже вплоть до того, что отстраняют, они сами внутри себя, ну цыгами, да, они уже сами барыг отстраняют, так что, статья, конечно, очень стрёмненькая, очень стрёмненькая, и сейчас уже этой статьей, а это единственная, по-моему, такая статья, да, где они говорят, мы умеем деньги считать, а больше такой прибыльной статьи и, как сказать, преступной я, в принципе, не вижу. Мошенничество только, ну, мошенничество, там надо голову иметь, да, там образование уже есть. Так что, вот так, мои хорошие, вот такое вот, и ещё, ну, образование есть. Ещё я с вами хотела поговорить тут же, сразу же, в этом ролике, благоустройство, вас тоже во всех это интересовало? И все, ну, интересно было, как же, как же вообще благоустроенно, ребят? Вот я вам от души хочу сказать, блин, зону, когда заходишь, и ты такое ощущение, что ты действительно попал в профилактический какой-то центр, вот правда. Светы везде. Но, опять-таки, это всё, вот сейчас появился новый этот начальник, да, сменился там начальник, когда я туда прибыла, там был один начальник, потом он, короче, поменялся, вот сейчас вот там другой начальник. И вот он устроил вот так вот, всё в колонии, всё стало в цветах, всё, ребят. Красота летом невозможная, вы даже себе представить не можете, какие цветы. А у нас вот там, где облегчёнка была, ой, господи, у нас, блядь, забудьте, это что такое ещё, сама себе как наговорила у нас. Короче, там в зоне была облегчёнка. И, значит, вот на облегчёнке, там вообще, ребят, там цветы, ой, там невозможные цветы, какие там садили девочки цветы, но это облегченные условия. Плюс ко всему, конечно же, там и девчата находились, а кто в отпуске, да, ну, там они были, аврора там такой есть. И, ой, ну это просто невозможно. Я вам говорю, мы как раз идём в столовую, там вот эти бутоны, эти цветы, ой, какие они красивые, эти, не хризантемы, а как же они, гладиолусы, гладиолусы. Такие, знаете, вот прям кустом они растут, на розы похожие. Вот такие бутоны громадные, большие. Ой, ну красота. И представь, полностью вот так всё там, прям усеяно этими цветами. Ну красоте, ничего говорить. Потом вдоль вот аллеи ты идёшь, вот мы, допустим, с отряда в столовую идём, вот по всей этой дороге везде усеяны цветы. Красота. Вдоль аллеи сейчас посадили они там деревья, значит, как эти ягодки называются, рябину. Рябину, вот эти вот деревья, прям вот так вот их много. Ну короче, чё говорить, зона, конечно же, очень красивая по-своему. Каждая локалка, естественно, эта локалка, она принадлежит каждому отряду. Естественно, там её засаживают так, что мама не горюй. Каждый хочет по-своему выпендриться, чтобы, если, ну ты, допустим, в твоём отряде, чтобы в тысячу раз было лучше, чем в другом отряде, это естественно. Везде постоянно соревнования, везде. Соревнования везде, и, конечно же, каждый завхоз старается свою локалку сделать лучше, чем другая локалка. Свой отряд сделать лучше, чем другой отряд, по благоустройству. И вот так вот, ребят, так что я вам говорю, вот так вот иногда думаешь, вот сядешь, вот летом, да, вот так сядешь и думаешь, красота. Дум-отдых. Невозможный просто. Глядь, невозможный дум-отдых, ну выпустите уже меня с этого отдыха, понимаешь. Всё, там единственное, что там режим, вот, ну вот, а так вокруг вроде смотришь, ой, ну это вообще, прям как оно всё, а летом, ребят, а лет, ой, летом, летом это понятно цветы, а зимой, зимой какие там строят фигуры снежные. Ни в одном городе, наверное, таких фигур нету, я вам говорю. Какие там возле каждого, каждому отряду прилагается своя локалка, и вот они там строят, девчата строят. У нас вообще одна была, знаете, она, вообще у неё, у самой была профессия, вот именно снеговые фигуры вот эти она строила по воле. И вот представьте, она там делала эти снеговые, ну эти фигуры. Ребят, какая красота, какая красота. А потом летом плотник там настроил, девочка там тоже плотник, она там настроила всякие такие фигурки, знаете, ёжики там, вот это вот всё. Вообще, вот так смотришь, прям трындец. Ёлку главную основную нарядят, мамочки так залазят, там вот такую громадину ёлку, её там как нарядят, да, вот этими огоньками, вот всё. Да я никогда не забуду, как это девчата делали, на этой лесенке они лазили. Господи, как они туда мороз стоят, они лезут, потому что главная ёлка, а она к нашему отряду. Это наш, ну наш отряд, моего завхоза считалась территорией, и это нужно было делать. Ну мы постоянно на работе были, конечно, девчата другие делали. Ну вот так вот просто идёшь, смотришь, как они бедолаги сделают. Вот так вот сосульки у них, прям вот ресницы, сосульки превращаются. Ну они там делают, украшают эту ёлку, конечно, делают красоту. Всё очень это красиво. Всё это, всё это внешне всё есть, ребят. Не так страшно. Вот так вот заходишь и прям думаешь, ну не так страшно, чё. Не так в зоне-то и страшно. Но вот этот день сурка, вот это обучение, конечно, оно никому не нужно. Оно всё это есть. Кто-то, если здравый, у кого башка работает, башка не пробитая, знаешь, вот если она работает, то, конечно же, человек, вот это своё время, которое, он находится в колонии, он посвящает каким-то учениям. Да, чему-то учится и уже освобождается, куда-то свои знания применяет. Ну чаще всего женщина, она по сути сама по себе очень ленивая. Ну сама по себе очень ленивая, вот внутренне. Мы, да, мы можем приготовить, кушать, убраться, всё сделать, но чтобы нас заставить чему-то учиться, вот прям вот, ну вот прям заставить, знаете, особенно ещё в таких условиях, когда ты в зоне, ну, нет. Ну нет, я вот за себя точно могу сказать, нет, мне это не надо, не надо. Ну не надо, не оставьте вы меня в покое. Какое учение? Господи, какое учение? Уже всё, уже всему научилась, а уже в тюрьме сижу 8 лет. Чему учиться? Короче. Так что вот так, мои хорошие. Ладно, сегодня ещё вечером мы сегодня с Никиткой хотим поехать там на кораблик, ну на тыл фронта посмотрим, попадём на кораблик и не попадём. Короче, покажу вам тоже вечером. Ну а так вот немножко с вами кофе попила, тоже же скучаю по... Вы больно-то, я смотрю комментарии, не пишите, пишите, пишите. Мне понравился один комментарий, я прям не могу, со вчерашнего дня так мне смешно было с утра, сегодня с утра. Вот смотрит там молодой мужчина, ну молодой человек, не важно, мужчина там, может дедушка, я не знаю, ну факт, что мужчина. Вот он смотрит мой сериал, ну видать его что-то захватило, там сюжет может быть или ещё что-то, и вот он делает свои выводы. Света, мне кажется, что ты прям вот половина всё наврала. Родной, я к тебе конкретно сейчас. Малыш мой, ну раз тебе так кажется, ну ты сходи обязательно в церковь, обязательно покрестись. Надо как-то, ну, сегодня кажется, завтра ещё что-то покажется. Ну зачем? Ты сам себя загоняешь, не надо. Ты что, со мной рядом находился? Ты со мной рядом жил? Ты со мной всё это переживал или что? Ну представь, в жизни такое бывает. Так что надо верить, ребят, надо верить. Верить и у каждого жизнь она интересна. Просто разные рассказчики. Вот и всё. Накидай мне свою жизнь, я её так расскажу, что ты охать и ахать будешь. Так что вот так. Ну всё, мои хорошие, всё, всем пока. Будем собираться, поедем мы. Хочу так попасть на кораблики. Всё, всех люблю. Ребят, кому понравилось так, кому-нибудь так, пишем комментарии. Продвигайте маленько мой канал, вы у меня молодцы. Вообще молодцы. Хотела, конечно, ещё с вами тему обсудить такую интересную. Ну, может быть, ну не знаю, сэкло вообще. Знаете, в зоне вот что такое сэкло? Отвратительные люди. Вот люди, которые сэкухи, сэкло, вот такие отвратительные. Не знаю почему-то под конец своего ролика я вот захотела об этом поговорить. Вот прям вот у меня вот крутится на языке сэкло, сэкло, сэкло. Прям вот я знаю одно сэкло, и вот прям вот я не знаю, как вот даже, такие они отвратительные, я вам хочу сказать. Прям ничтожество, ничтожество. Ну, всё, пока. Может, потом обсудим в следующем ролике, но посмотрим. Ну, короче, не связывайтесь с сэкло. Если чувствуете, что человек сэкло, не связывайтесь. Придёт момент, оно вас кинет и предаст, потому что это сэкло. Оно будет прятаться по всем норам. Это самое, сэкло это самое стрёмное, о чём может быть. Вот поверьте мне, вот просто поверьте. Люди, у которых в душёлке вот такая вот засадка, засанка, они будут прятаться всю свою жизнь. Всё, пока. Разошлась опять. Чё-то в голове крутится вот за эту... Ой, не могу.